Вы уже не понаслышке знаете о компании «АвтоСтронг». А теперь знакомьтесь с нашим двухколесным брендом «МотоСтронг». «МотоСтронг» занимается продажей прекрасных мотоциклов, которые привозят из Европы без посредников и поэтому продает их по очень выгодной цене. Все наши мотоциклы обслужены, готовы к новому сезону, выглядят классно, едут очень бодро. Лучшие мотоциклы в «МотоСтронг». Ассортимент и контакты по ссылке в описании. Прямо сейчас нас ждет долгая и интереснейшая разборка. Итак, встречаем технологичный, мощный, надежный мотор от General Motors 2.8 Turbo. В 2004 году компания General Motors запустила линейку бензиновых V-образных шестицилиндровых двигателей. Развал блока у этих моторов 60 градусов, что чуть больше, чем у их старых V-образных предшественников. Объемы варьируются от 2.8 до 3.6. Есть как атмосферные, так и турбированные версии. 2.8-литровый турбомотор, о котором сегодня пойдет речь, выпускался с 2004 по 2012 год. Дебютировал на Opel Vectra C и Signum. Затем достался Opel Insignia OPC. Также его ставили на Saab 9.3, 9.5 последнего поколения и также на Cadillac BLS. В зависимости от форсировки этот двигатель развивает от 230 до 325 лошадиных сил. Этот двигатель считается Saab, хотя фактически инженеры компании отвечали только за турбонаддув. Двигатель вот этот создан интернациональной командой компании General Motors и производился в Австралии. Двигатель создан на основе алюминиевого блока с помещенными в него чугунными гильзами. В приводе ГРМ H3 пластинчатые цепи Морзе с уменьшенным шагом звеньев, а за турбонаддув отвечает единственный турбокомпрессор типа Twin Scroll. Это классный двигатель, тяговитый, резвый, надежный и естественно прожорливый. Инженеры компании General Motors приложили максимум усилий, чтобы сделать его технологичным и долговечным. У него закаленный коленвал. Поршни охлаждаются маслом в зависимости от режима работы двигателя. Также поршни покрыты специальным полимерным покрытием, которое снижает трение и защищает их от перегрева. Даже чипованный до 380 сил 2.8 V6 turbo без проблем может пройти 200 тысяч километров и более. А для беспроблемной эксплуатации надо менять масло каждые 7-10 тысяч и также чистить радиаторы системы охлаждения, потому что не проблема перегреть этот двигатель. Этот двигатель очень недешев в эксплуатации и ремонте, обязательно. Самая дорогая процедура – это замена трех цепей ГРМ, ресурс которых оказался очень неубедительным. Раньше владельцы отдавали за ремонт и запчасти примерно 800 долларов. Сейчас цены стали ниже. Также двигатель 2.8 V6 turbo оборудован двухмассовым маховиком, ресурс которого тоже не вечен. Стоит он 600 долларов. На автомобилях с двигателями 2.8 turbo может выйти из строя ЭБУ. В нем просто обрывает контакты к пинам в электрических разъемах. После этого чаще всего двигатель начинает работать очень нестабильно из-за пропуска зажигания сразу в нескольких цилиндрах. Отремонтировать ЭБУ весьма проблематично, потому что пайка произведена на керамическое платье и залито гелием, после снятия которого можно повредить другие контакты. Чаще всего приходится купить ЭБУ новый либо БУ и перепрошить для своего автомобиля. На каждом двигателе 2.8 turbo хотя бы раз приходилось менять гофру выпускного коллектора. Проверять ее на герметичность надо при любом удобном случае. Изначально она незначительно стравливает выпускные газы на протяжении многих тысяч километров. Но если трещина становится больше, то запах выхлопных газов ощущается в салоне. Гофры, подходящие всегда, присутствуют в продаже. Частенько на автомобилях с двигателем 2.8 turbo начинает кратковременно гореть индикатор низкого давления масла. Обычно это говорит о неисправности датчика давления масла. Но перед его заменой надо обязательно померить давление масла. Оно должно быть в норме. Также иногда этот датчик надо заменить из-за течи масла по его корпусу. Автомобили с двигателем 2.8 turbo оснащены гидравлическим усилителем рулевого управления. В ряде случаев насос может начать выть во время работы двигателя. Этот войн сопровождается вибрациями, которые передаются на руль. Обычно эти симптомы проявляются после агрессивной езды. Насос ГУР можно отремонтировать, поменять подшипник. Но если выработка есть на самом корпусе, то придется покупать ГУР, потому что новый стоит баснословных денег. Поэтому милости просим в автостронг. Впускной тракт, который проложен от воздушного фильтра к двигателю, на автомобилях Opel и Saab разные. Для автомобилей Opel он тонкостенный, поэтому перетирается, что приводит к подсосу неучтенного грязного воздуха. Владельцы обычно меняют его на Saab либо же ставят неоригинал. Также на впускном коллекторе рядом с ЭБУ есть два входных отверстия, которые тоже могут начать пропускать воздух. Подсос воздуха здесь ликвидируется подбором уплотнений между алюминиевым впускным коллектором и пластиковыми патрубками. Автомобили с двигателем 2.8 Turbo оснащены не слишком долговечными бензонасосами. По мере их износа давление подачи топлива снижается, на что ЭБУ реагирует ошибкой P0090. На недолгое время может помочь чистка сетки топливозаборника. Ну а по-хорошему надо менять топливный насос. Такой новый стоит 400 долларов. БУ, естественно, в разы дешевле. В «АвтоСтронг» такие есть в наличии. Автомобиль с двигателями 2.8 Turbo оснащен электрическим вакуумным насосом для того, чтобы при определенных условиях работы двигателя сохранялась работа вакуумного усилителя. Этот электронасос стоит за правой фарой и его гул отчетливо слышен. Если вакуумный насос работает слишком часто, то есть при каждом нажатии на педаль акселератора, а также подолгу после запуска двигателя, то тогда надо искать утечки в вакуумной системе. Обычно утечка обнаруживается в трубке Venturi, которая находится возле опоры правого переднего амортизатора. Говорят, что он мечтает об Opel Corsus с таким мотором. Итак, встречаем, Николай, и мы начинаем нашу разборочку. На двигателе 2.8 Turbo для автомобиля Opel Vectra C и автомобиля использовался турбокомпрессор Mitsubishi TD0416. А вот для Insignia OPC предназначался турбокомпрессор Mitsubishi TD0419, то есть с увеличенным компрессором. Они хорошо служат на этом моторе в случае износа или заклинивания единичны. Обычно проблемы с наддувом или сопутствующая ошибка P0234 возникают из-за перепускной заслонки или электронного клапана байпас, который установлен на корпусе компрессора. Оба этих узла со временем подводят мембраны. Из-за ослабления мембраны на актуаторе перепускной заслонки возникает недостаточное давление наддува. В этом случае можно отрегулировать преднатяг актуатора штатной гайкой, которая установлена на штоке. Клапан байпас, сбрасывающий излишнее давление наддува при отпускании педали акселератора выдает себя посторонним звуком, таким шипением, которое сопровождает помпаж, то есть пульсацию воздуха во впускном коллекторе. Из-за неисправности данного клапана возникает недодув либо передув. Обычно из-за него двигатель не выходит на полную мощность. Каково назначение байпаса? При резком отпускании педали акселератора после ускорения излишнее давление наддува стравливается обратно во впускной тракт перед ротором компрессора. Турбина управляется электровакуумным клапаном, который редко, но выходит из строя. Во впускном тракте двигателя 2.8 Turbo очень много сочленений, которые со временем теряют герметичность. После этого мотор перестает ехать в полную мощность, появляются ошибки по наддуву, также появляются ошибки по формированию неправильной топливо-воздушной смеси P0170. Иногда на двигателе 2.8 Turbo требует замены термостата. Это очень важная деталь этого мотора, потому что из-за нее мотор может перегреться. Но перед этим охлаждающую жидкость будет выдавливать через крышку расширительного бачка, а указатель температуры будет показывать очень высокую температуру. Термостат расположен в данном моторе очень неудобно под турбокомпрессором. Поставляется этот термостат в оригинале с корпусом и поэтому стоит нереальных денег. Но в продаже есть уже заменители, просто вставка термостата. Топливные форсунки двигателя 2.8 Turbo служат хорошо. Некоторые владельцы их чистят и проверяют на стенде. В ряде случаев сопла у некоторых форсунок засорены, поэтому чистка будет не лишней. После чистки форсунок двигатель лучше тянет снизу. Индивидуальные катушки зажигания на двигателе 2.8 Turbo, как правило, служат 100000 километров. Могут выйти из строя сразу несколько катушек. Из-за этого двигатель начинает работать с заметными вибрациями. Симптомы могут пропадать после перезапуска двигателя. В любом случае придется покупать новые или БУ-катушки зажигания. Цена хорошего неоригинала, нового – 50 долларов. Но БУ-катушки, естественно, дешевле в «АвтоСтронг-М». Доступ к катушкам нечетных цилиндров затруднен. По данным производителя, надо снимать впускной коллектор. Но ловкие сервисмены производят эту процедуру без снятия коллектора. Аналогично и со свечами зажигания первого, третьего и пятого цилиндров. Иногда в передней части двигателя возникает течь антифриза по трубкам системы охлаждения. Течь возникает из-за затвердевания уплотнительных колец. Для устранения течи можно подобрать уплотнительные кольца либо же купить оригинал. Сразу видно, что здесь экономили на моторном масле. А зря. Для беспроблемной эксплуатации этого двигателя масло надо менять максимум раз в 10 тысяч, но лучше раз в 7 тысяч. И тогда он пройдет несколько сот тысяч километров без проблем. Но при любом раскладе придется поменять цепи ГРМ. Лаковый налет в ГБЦ цилиндров 1,3,5 темнее, потому что она горячая. Муфты фазовращателей двигателя 2.8 Turbo, как правило, из строя не выходят и вообще ни в каких проблемах замечены не были. Есть редкие случаи выхода из строя электро-гидравлических клапанов. При этом фиксируется ошибка по неправильному расположению распредвала, что косвенно может указывать на растяжение цепи ГРМ. Как правило, замена электро-гидравлических клапанов решает эту проблему. Заметим, вот это версия двигателя с двумя фазовращателями, которые находятся на впускных распредвалах. Основной проблемой двигателя 2.8 Turbo является растяжение цепей ГРМ. Были проблемы с качеством производства. Иногда цепи меняли по гарантии. Цепи растягивались при пробеге от 70 до 170 тысяч километров. Все зависело от обслуживания и эксплуатации. Также на растяжение цепи указывают ошибки по несоответствию положения распредвалов относительно коленвала. Двигатель при растяжении цепи на холостом ходу работает нестабильно, также нестабильно работает и на высоких оборотах. Эта проблема досталась и другим V6 этой серии. Замена цепей ГРМ на этом двигателе очень затратная и трудоемкая процедура. В нашем случае состояние печаль. Мы видим отметины на всех звездах и значительно выдвинуты штуки растяжителей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Иногда на моторе 2.8 turbo пробивает прокладки ГБЦ. Это происходит из-за проблем с системой охлаждения, то есть в результате перегрева двигателя. Но удается очень легко отделаться только заменой прокладок, потому что, как правило, блок и ГБЦ не деформируются. Обе ГБЦ без механических повреждений, но невооруженным взглядом мы видим, что мотор потреблял очень много масла. Масляный налет хлопьями лежит на впускных клапанах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Аналогичную картину мы наблюдаем и на донышках поршней. Здесь масляный нагар тоже лежит хлопьями неснежными. А вот состояние гильз отличное. Никакого намека на износ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 В комментариях вы частенько нас спрашиваете, какое масло подойдет к тому либо иному мотору. Так вот, к этому мотору отлично подойдет масло ELF Evolution Full-Tech MSX с вязкостью 5W-30. Выгодно его приобрести со скидкой 10% вы можете у нашего партнера компании ArmTech. Просто назовите промокод STRONG при заказе. Скидка действует не только на масла, но и на весь ассортимент новых запчастей в сети магазинов ArmTech. Кстати, ArmTech является единственным официальным дистрибьютором моторных масел ELF в Республике Беларусь. Вот она причина масложора. Закоксованные маслосъемные кольца. Также присутствует нагар на жировом поясе. Шатунные вкладыши не в плохом состоянии. А вот по бороздам на коренных вкладышах мы точно можем сказать, что в масле присутствовал мусор в виде закоксовавшегося подгоревшего масла. Коленвал визуально неплох, но тоже видны борозды. На ощупь они не ощущаются. И верхние коренные вкладыши тоже в хорошем состоянии. В блоке присутствуют маслофорсунки. Разборка закончена. Сегодня мы разобрали мощный, надежный, технологичный V6 без каких-либо сложных решений. Поэтому он и надежен. Кроме, конечно, трех цепей ГРМ. Если вы хотите знать о моторах, коробках и БУ запчастях абсолютно все, обязательно подпишитесь на наш канал. Поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт, покупайте у нас отличные запчасти. И помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».